Приветствую вас! Ну, для начала, вообще, надо бы разобраться с тем, а из-за чего, собственно, ссор-то была. Так что, вот, вы поссорились, и... что дальше? Из-за чего была ссора? Осознаете ли вы свою ответственность в этой ссоре? Понимаете ли вы, что именно вы сделали не так, понимаете ли вы, что мужчина, он обижен, он задет, ему как-то вот вообще не по себе, ему сейчас сложно, тяжело, ему нужно время, чтобы это переварить, чтобы понять, что вам что-то не нравится, чтобы понять, что вам что-то не получается, чтобы понять, что нужно как-то перестраиваться, ему все это нужно время для этого, на самом деле, вот. А вы, вы, правда, не пишете, сколько времени прошло после ссоры, но вы-то вместо этого спрашиваете его, хочешь ли быть со мной? Ты. А ему тяжело, он обижен. У него метания идут. От того, что это вы во всеми виноваты, до, может быть, я что-то не так сделал. А вы его вопросами, вопрос, вопросами достаете, значит, по поводу того, хочется быть со мной. Мужчина во время ссоры не знает, хочется быть с вами или нет, потому что, как и вы, наверное, сомневаетесь, хотите ли вы быть человеком, когда вы ссоритесь, именно в момент ссоры. И вопрос о том, что нужно ждать, я думаю, что момент здесь такой, что если это манипуляция, то очень такая глубокая, действительно, в некотором роде это такое вот как бы подвесенное состояние для вас, действительно, это, в некотором роде, неопределенность для вас, но, с другой стороны, действительно, ссора это потрясение, всегда. Ссора это потрясение, это даже в некоторой степени травма, можно сказать, и это откровение, по большому счету, потому что, как бы, ну, вы, наверное, ничего мужчине не говорили, не говорили, не говорили, а потом вот раз и ссоре очень много всего, наверное, всплыло, да, вот, и ему нужно время, чтобы со всем этим учиться, и, по сути, человек говорит о том, что ему нужно сбретить себя и скорректировать свое поведение, вот, ну, не нужно здесь давить на него и сразу, вот, чего ждать, или сколько ждать. Вы просто посмотрите на него, вот, как он ведет себя, да, вот, он не идет на контакт, значит, ему тяжело, он не идет на контакт, значит, ему трудно, он не идет на контакт, значит, он себя как-то, ну, сейчас проверяет, перерабатывает, рефлексирует и вообще анализирует то, что произошло. И вот, когда вы увидите, что его отношение к вам начинает меняться, что он опять вновь проявляет те же триггеры поведенческие, что и раньше, ну, вот, собственно говоря, вот тогда можно говорить, что период закончился. И время отхода указывает свое, и к этому нужно относиться с уважением, иначе мужчина будет чувствовать, что вы нарушаете его личное проотландство какое-то, а это не есть хорошо. С другой стороны, если вам не нравится, что человек так себя ведет, то тоже нужно понимать, что он, скорее всего, будет вести себя так всегда, и если вы не мужчина, то вам лучше сейчас самой для себя сразу решить, что мужчина, вот, всегда будет тяжело идти на контакт, всегда будет говорить вам ждать, когда вы поссоритесь, и, собственно, если вы не хотите этого, если вам не нравится это, если вы считаете, что нужно по-другому, ну, значит, тогда это не ваш человек, и вам нужно от него обходить. Либо делать так, чтобы ссор не было, а в более реальном времени, более, так сказать, оптимально высказывать со своими недовольствами, чтобы это не копилось и не выливалось ссоры. И обязательно свою ответственность, обязательно свою ответственность определить ее в том, что произошло, потому что без этого не получится предотвратить дальнейшую ссору. Ну, то есть повторение ссоры. И обязательно обо всем поговорить, что мужчине не нравится, что мужчина напрягает и так далее, и так далее, и так далее. Это тоже очень важный момент, и, собственно, чтобы не осталось каких-то недомогов, недоговоров и так далее. Говорить о том, что это манипуляция, я бы не стал, скорее, это действительно отражение переживаний мужчины и проявление того, что ему действительно неприятно. На этом все, надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи!